Продолжение следует... Теперь что я подойти, что не пойму. Где она? Куда ушла ты, дура? Приветствую, Миссар. Мы ждем твоей команды. Короче, буду за них. Все. В баню. Заморачивайся. Так мы себя называем. Самые преданные и благородные слуги Шагарата. Не пора ли помочь нам уничтожить Маскин и взять контроль над алтарем отчаяния? Отлично, Миссар. С твоей помощью мы избавим Сайларн от Маскин раз и навсегда. Покончим с Маскин На колене перед цветами Эльта, Аури, за безумного бога! За безумного бога! Щит-то у них прикольненький. Ига, во сколько здесь, блядь, пиздец. Ладно, я тоже с вами пойду. Смерть Маскин! Во славу Шагарата! За мной! Убить Маскин! За безумного бога! Щит-то! За безумного бога! За безумного бога! За безумного бога! За безумного бога! О, они весят вообще копейки. Ау, темный лук весит прилично. Ладно, заберем один. Какой один? Я только забрал этот лук. Пятнадцать пять. Темный вообще... Ааа, у него... Дай попробую починиться. У меня получится починиться или нет? Это пока я чинить не умею. Магические. Тут никак не крути. Так, теперь луку надо посмотреть. Четыре урона наносит. Это пять. Друзья, берегитесь! За безумного бога! На колени на безумного бога! На колени перед цветами! На колени перед цветами! На безумного бога! Двадцать восемь, ню-моя! Двадцать восемь, ню-моя! А почему перегружен-то? Он же весит копейки. Пропавшая золотая. Это дремерские 0,2 тоже весит. Офигеть просто, блять! Ну ладно, выкину их все, ё-моя! Не буду я подбирать их, нафиг они мне нужны, получается. Уважать за безумного бога. Знаю их, ню-моя! В cents! вы че вообще дураки что я не понимаю нифига теперь не опирается нашми сюда надо идти вам быстро хранение делаем на всякий случай пиздец ловушка и я же отнимал больше а они уже сам сюда прибежали а это что у нас куда ведет дорога у них ничего такого нет вообще здесь мы были уже ёб твою мать только не это нормально открыл я у амулета возьму молоток тоже возьму пригодится мне это все а типа здесь мы прошли то что так то ворота можно открыть все там и победили а а а а а а а а а и а а а когда а команде темное соблазнитель мертва мне нужно сопроводить и составить темные соблазнители в сайл нару дабы закрепить победу за безумного бога безумного бога так темный соблазнитель сайнера окончательно разбиты теперь когда войско кана контролируются оба алтаря мне нужно поговорить с ней разрешить пламя где она победа за нами я уже выбрала того кому достанется честь зажечь огонь на алтаре наслаждения а для себя я потребую честь испить чашу победы тут на алтаре отчаяние алтари могут быть зажжены лишь маскин или аурил добровольно принесшими себя в жертву великая честь для меня отдать душу обливиану во имя лорда шиагората прощай много лет пройдет прежде чем я смогу сюда вернуться замечательно просто иди и куда мне идти надо чё творится что творится так и не принесу себе жертву на алтаре отчаяние дабы зажечь пламя агрона теперь я могу взять и частицу пламени и горячего дворе крепости чтобы отнести ньюшион и выполнить расположение шиагората и как мне взять а он не здесь да мне сюда надо я так понимаю что-то вообще не понимаю что тут творится и я уже все типа взял и пошел обратно да или он где-то на улице тоже разожжется я вообще думаю сначала сам первый это вот это вот которые тут были вот эти огоньки типа всерёд там один стоит я думаю тут есть костерчик ну ладно посмотрим сейчас что будет у нас жалко они конечно получше были вот этот черненькие золотые золотые ну ладно выбрал их сам начало точнее не выбрал их сам начало просто стал всем диалог навести сам начало ну а потом давайте дальше продолжим с ними же так что у нас здесь ждет вот он вижу костер вот и еще костер замечательно шаг в пламени огонь мне в меня охватывал освещение огонь мне нужно вернуться в ньюшусь и рожать в великие факи часовни все господа удачи вам я погнал сюда будем теперь там дорогу искать в самом главном городе говори быстро смертное существо до смертное существо которое вам только помогло бы захватили алтарь полностью не сюда так я понимаю да герои принесшие его святое пламя огнона огонь вдохновение и наслаждение если ты зажжешь великий факел на стороне мании будешь героем блиса уверяю тебя не думай об этом мечтай об этом дай волю воображению я знаю в конце концов ты сделаешь правильный выбор ты пылаешь очищающим огнем огнона огнем правды мерцающий маяк надежды во мраке уныния иди же зажги великий факел во имя деменции пролей свет на тайны углуби тени народ крусибла ждет героя да отяготи свой разум этой задачи пусть страх сделает неверный выбор охватит тебя глубоко запустит когти в твою душу а это я еще не сделал это надо выбор сделать между вами да привет лучшая броня в городе продается в пропавшем наплечнике я не доверяю этому думагу так ну все я знал я увидел блеск мани в твоих глазах дитя мое иди теперь и пусть святое пламя вдохновляет народ блиса перейти на новую ступень безумия да очуменно просто опана я застрял здесь то мне нужно сообщить гора то что великий факел рожет как он требовал а он здесь сидит уже неплохое начало это важно для меня имей ввиду твоя работа сэкономит мне массу времени серый марш надвигается начинается упорядочивание армии порядка сметают мое царство смерть разрушение а потом мне опять собирать все по кусочкам и кусочков всегда огромная куча не люблю я заново отстраивать мое царство каждую эру иногда я забываю что где было например ньюшиот всегда забываю где он был ты изменишь это сломаешь цикл ты остановишь джигалага а я потом вернусь в целое и невредимое царство раньше я так и никогда не пробовал почему нет что-то должно сработать однажды я вырыл яму и заполнил ее тучами или кучами неважно это его даже не замедлило честно говоря это была не лучшая идея а как оно воняло должно быть то были кучи тучи не воняют на вкус они как масло и слезы но теперь все по-новому свежая идея нечто о чем я не думал пока не подумал это непременно сработает даже если не сработает тебе нужно завоевать уважение моих подданных когда я уйду им понадобится лидер объект восхищения такие люди хребет любой великой земли правда бывает что хребет и есть хребет случалось бывать у балаката отвратительное место ладно вернемся к нашим делам тебе нужно возглавить один из дворов безумия сесть на место нынешнего герцога или герцогини все равно кого и уважение у тебя в кармане народ сплотиться вокруг тебя будешь купаться в их любви восхищение и жалобы да какая разница если это удерживает их на нашей стороне нет 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 не чуточки хотя да будут точно будут мне даже немножко стыдно за них но иногда приходится разбивать яйца или черепа однако есть правила тоже на островах ритуалы и правила и от них отступить нельзя поговори с арктусом или дарвинином верховными жрецами в часовне арден сула они расскажут что делать и ты всегда можешь призвать на помощь милейшего хаскела верен как хорошая собака и костюм на нем сидит лучше чем на собаке замечательно просто на сей раз я одержу побед он уже начался но ты сможешь остановить когда я ухожу все это мы уже все знаем все так вот теперь это порой лучший способ расправиться с утронахом из плоти больше знаешь дольше проживешь пока огонь аим дал а ты че тут делаешь ты болтаешь сам да приходи еще или я выбью тебе глаз так так кого выбрать мне ну а тебя великий факел сияет чистым светом мани хороший выбор в соответствии с древней традицией прими облачение арден сула в награду за великую службу мани следуй тропой скромности меня обескураживает твой выбор мания обманчивый помощник интересно не многие желают знать о таких вещах рад буду помочь для того чтобы стать герцогом деменции требуется пройти через ритуал коронации особый порядок введенный самим арден сулом эта тема редко подожди минутку ты хочешь услышать историю ритуала случилось все много лет назад мой лорд арден сул заподозрил что в его окружении есть предатель не желая получить удар кинжалом в спину собрал он паству свою здесь в часовне отравив обрядовое вино арден сул смог пресечь любой такой заговор одним махом да затем он вырезал их сердца и использовал древнюю технику предсказаний висцеромансию дабы познать их намерение когда арден сул не смог увидеть в их сердцах следов предательства безумие овладело им и лишил он себя жизни тем же путем с того дня и был учрежден ритуал коронации в деменции отлично так может говорить лишь истинное дитя деменции чтобы стать правителем деменции нужно вырезать сердце ее нынешнего властителя и принести его на алтарь арден сула в часовне как только это будет сделано я провозглашаю принесшего сердце герцогом или герцогиней затем требуется лишь благословение нашего лорда шаугарата так и разговоры с окрутом с верховным жрецом деменции выяснилось что ритуал коронация деменции весьма прост силу должно быть повержена предполагаемым преемником а ее сердце возможно возможно алтарь андрит сулов часов мне теперь нужно стоит поговорить с деменци дремнином и узнать какие обучие приняты мания чем еще могу служить в этот торжественный день это важная часть нашей истории друг мой рад буду рассказать если у тебя найдется минутка арден сул был величайшим исправителей нашей земли много лет назад решил он учинить ночное пиршество дабы радовать детей своих зажигательными танцами великолепными винами и свободой любви зеленая пыльца потекла рекой и бражники не смогли отказаться от даримых ею наслаждений ах, но это так когда вакханалия достигла апогея люди стали хвататься за грудь сердца их не выдерживали зеленая пыльца собрала свою дань земля окрасилась в багрянец когда их безжизненные тела истекли кровью в память о той ночи когда приходит время смены правителя мании он принимает зеленую пыльцу и позволяет крови своей излиться на алтарь конечно когда правитель мании решает что время пришло он выбирает преемника из числа придвор преемника приглашают на празднество ночь шумного веселья вино, песни и естественно зеленая пыльца во время пира уходящий правитель принимает три дозы этого мощного снадобья сердце его не выдерживает и разрывается он истекает кровью преемник собирает отравленную снадобьем кровь и приносит ее на алтарь арден сула в часовне как только он сделает это я провозглашаю его герцогом или герцогиней затем Шиагорат дает свое благословение и ритуал завершается так, из разговора с Девнином верховный жрец мании выяснилось, что ритуал коронации мании предполагается, что у ненейшей власти властитель должен совершить самоубийство приняв три дозы зеленого пыльца что приведет к летальному исходу после чего вы его отправляете кровь должно быть принеса в алтарь в часовне когда я приму решение какой из ритуала дать предпочинение мне следует рассказать своим выбор Шиагората понятно, вот Шиагорат ждет меня здесь, чтобы я ответил на этот вопрос честно, я не знаю, кого выбрать без понятия, кого выбрать с возвращением как мило с твоей стороны значит ли это что решение принято или ты в растерянности подумываешь о самоубийстве просто дай знать дружеское предупреждение прежде чем ты сделаешь выбор как только ты скажешь кого из правителей хочешь сместить пути назад не будет выбирай один раз не больше, не меньше постарайся не сглупить итак кто это? что ты выберешь? манию? деменцию? неопределенность убивает меня? или тебя? если мне придется ждать и дальше спешим опасный выбор мне это нравится она крепкий орешек думает что все на нее охотятся впрочем в этом случае она права да будет так так сил столь же изобретательно сколь и красиво я бы на твоем месте был ооооочень осторожен ооооо, как все это интересно мы еще поговорим когда ты завершишь работу Так, я это сделал, да? Мне нужно подобраться к силу достаточно близко, чтобы появилась возможность убить её. И стоит расспросить жителей о её привычках. Понятно. Всё ясно. Значит, мне надо расспросить о её привычках. Тут при этом никого нету, да? Да благословит тебя, безумный. Да хранит тебя наш лорд. Есть хорошая идея. Это может быть таверна. Вот она, таверна. Сейчас надо поспать, я думаю. Тут же тут никого нету. Мне так жаль беспокоить тебя вновь. Но я думаю, действие и лекарство прошло. Я опять чувствую, как смерть подбирается ко мне. Принеси мне ещё немного акванострумы из ежевичного куста, пожалуйста. Какая доброта. Вот, пустая фляга. Хорошее питание помогает быть в форме. Большинству, по крайней мере. Со мной это почему-то не... Хороший... Так, ну вообще-то 50 у нас. Давай попробуем на 55. Так, слабое зелье щита, молнии мне не нужно. Тебе удалось... Слабое зелье сведоточиться. Меня это устро... Слабое зелье силы... Годится. Рассеяние, это мне не надо. Годится. Тебе удалось неплохо заработать. Слабое зелье морозного щита. Хорошее предложение. Слабое зелье здоровья. Получаю у вас здоровье на 10 дней. Кстати, не надо. Годится. Зелье рас... Чего? Расторопности. Не нужно мне. Годится. Тоже не надо мне это. Годится. Передышка пускает зелье при... При... Проницательности. Тоже нафиг не надо. Годится. Это не надо. Болезнь тоже пускается так. С противовелением... Меня это устроит. Много чего у меня есть. Пока ничего продавать не собираюсь я. Тут у меня ничего нет. Заходи. Ладно. Понятно. Делаем. Давайте постель. Спать хочется? Тревожный симптом. Возможно, ты болеешь? Или умираешь? Кто знает. Если ты настаиваешь на сне, имеется койка. Двадцать золотых за ночь. Я согласен. Очень хорошо. Через эту дверь наверх по лестнице первая дверь направо. Хороших сновидений, если сможешь заснуть. Без проблем. Береги себя. Хотелось бы мне это... Первый день налево? Вот это что ли? А это направо. Что-то прослушал я. А, вот здесь я могу поспать, да? Да, здесь могу поспать. Замечательно. Давайте поспим 8 часов. Как обычно люди спят. И потом будем дальше. Это скорее всего надо во двор переходить и там уже общаться. Так, у нас уровень. Так, мы выносысь. В любом случае качаем силу. Ловкость, наверное. Всего ли не надо мне? Вот это ваш запас влияние на скорость восстановления магии и на ваш запас сил. Отвечает за навык разрушения изменения восстановления. Давайте вот это все-таки выберем. Девятый уровень у нас, господа. Да, это и уровень. Вот так вот мы девятый уровень накопили. А следующий уровень, сколько он нам? Почти. Почти, почти. Ну, у нас 50. Все уж одно я имею. Блокировка скоро 50. Будут клинки. У меня оружейник по 50. Будешь хотя бы уметь, если не ошибаюсь, 50 уровней. Я смогу 50 навык. Я смогу в магические вещи. А, у нас клинки еще 58. Больше всех. В алхимии пока ничего не делаю. Можно алхимией позаниматься и продать ей много чего. Ну, ладно. Так, этот клинок у нас поменялся. Это не важно. На этой ноте мы остановимся. Увидимся в следующей серии упражнений. Всего удачи вам и пока.